Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Ну что, Новый год? Поздравляю всех подписчиков! Надеюсь, вам было интересно с нами в этом году. В следующем, я думаю, будет еще интереснее. Когда вы будете смотреть этот скринкаст, я уже буду приближаться к своему любимому колодозеру. А может быть, буду уже там. В связи с этим я решил устроить конкурс. Немного сумасшедший, ну а как по-другому. Колодозер это очень глухая деревня в Карелии, где живет и служит один замечательный человек. Мой близкий друг, отец Аркадий. Очень гостеприимный, на Рождество у него всегда куча народу. Так вот, в описании я оставлю координаты. Добраться туда сложно, лучше всего на машине. Но если вдруг кем-то из наших подписчиков обладает сейчас дух авантюризма, он прыгнет за руль и направится в сторону Колодозера, его там буду ждать я с призом. Я правда еще не придумал каким. И шумная компания. Колодозера это точка силы. Если доберетесь, ваша жизнь уже никогда не будет прежней. В описании я оставлю пару ссылок на ролики об отце Аркадии, которые я делал для разных изданий. Ну а мы с вами окинем взором минувший год и я расскажу о тех скринкастах, которые сам считаю лучшими и которые вам обязательно нужно посмотреть, ну если конечно вы их не видели. Начну с самого, пожалуй, интересного. А именно со скринкаста об ICO и вообще криптовалютах. Причем у него крайне мало просмотров совершенно незаслуженно, надо сказать. Потому что, во-первых, он достаточно забавный, а во-вторых, по моему скромному убеждению, 2017 год может войти в историю как год, когда начала формироваться новая экономическая модель. А может даже новый миропорядок. Блокчейн тихо себе существовал, многие видели в нем огромный потенциал, но было непонятно как он проявится. И вот все забурлило. Почему забурлило и как это связано с ICO, узнаете, посмотрев скринкаст. Вторая тема, которая меня сильно вдохновила в этом году и это тоже естественно, это тема искусственного интеллекта и машинного обучения. Нейросети вырвались из лаборатории и пришли в дома простых граждан. Мы еще удивимся, сколько всего можно понаделать, имея в руках этот девайс. А пока я потрогал только чат-боты, но уже был в восторге. Я делал обзор Dialogflow, это сервис по созданию чат-ботов. Они, кстати, очень легко интегрируются потом в большинство популярных платформ. Телеграм, Facebook, Google Assistant. Но интересно приложение не столько этим, сколько тем, что это чат-боты на нейронной сети. После того, как Google купил Dialogflow, он отдал свою нейросеть и теперь любой желающий может создать чат-бот на нейронной сети Google. Причем процесс занимает от двух часов до, понятное дело, бесконечности. Но результат может быть не хуже, чем Алиса от Яндекса. Dialogflow, кстати, имеет потенциал создания голосовых приложений, но их пока сложно интегрировать куда-то. В Google Assistant, например, интегрируются только голосовые приложения на английском. Но, в принципе, Dialogflow уже говорит и понимает по-русски. Следующая тема — тема дизайна. Она мне интересна сама по себе. Я люблю рисовать. Но мне понравилось одно бесплатное приложение, я даже сделал по нему два скринкаста. Это приложение Gravit Design. Во-первых, оно бесплатное, во-вторых, оно простое, в-третьих, оно покрывает все потребности среднего пользователя. CorelDRAW, то, что теперь Adobe Illustrate — это ближайший аналог Gravit Design. Оно, конечно, мощнее, но, во-первых, оно платное, а во-вторых, оно сложное. Если вы хотите научиться работать с векторной графикой, Gravit Design для вас. А потом можно переходить на Adobe Illustrate. Не менее интересная мне тема — тема видеосъемки. Это тоже естественно, потому что это моя работа, мое дело. Я тоже делал несколько скринкастов о видеосъемке и видеомонтаже. Но я бы выделил тут скринкаст с названием, которое не совсем передает суть. А именно, как правильно снимать видео на телефон. На самом деле не важно, на что снимать, хоть на тапок. Если понимать основные принципы построения кадра и монтажа, получится хорошо. Ну вот какие-то принципы я в этом скринкасте даю. По крайней мере, даю направление, а дальше уже можно двигаться самостоятельно. Ну и последнее — это, конечно, Кандинский. Бесплатный конструктор сайтов для некоммерческих организаций. Кандинский — это тема для WordPress, которая позволяет в несколько простых шагов сделать достаточно красивый и качественный сайт с набором всех необходимых плагинов и даже шаблонами текстов. Теплица работала над Кандинским несколько месяцев. А я сделал три скринкаста, которых в принципе достаточно для того, чтобы освоиться в этом конструкторе. Если у вас еще нет сайта, вы тратите 15 минут на обучение, еще три-четыре часа на установку Кандинского и у вас уже есть сайт. Ну что, с наступающим Новым годом! Жду смельчаков Карелии. Если смельчаков окажутся несколько, приз получит первый. Так что торопитесь. Любите друг друга. Эта ничего не значащая фраза, которую я вставляю в каждый скринкаст, стоит на самом деле гораздо дороже, чем те знания, которые вы можете из них почерпнуть. Да и, наверное, вообще все знания, которые есть в этом мире. Пусть она станет вашим лейтмотивом на ближайший год. Тогда и все остальное приложится. Все, с вами Теплица.